Всем добрый день, дорогие друзья, уважаемые трейдеры, уважаемые инвесторы, все зрители YouTube канала компания Markets. На связи Михаил Ричер и сегодня у нас обзор рынка и торговля в прямом эфире по стратегии макротрейдинг. Мои торговые стратегии, которые позволяют зарабатывать деньги на финансовых рынках. Итак, что мы сегодня разберем? Пойдем по плану. Первое, что разбираем ситуацию на мировых финрынках. Разберем, что делать с каждой отдельной валютой. Создадим валютную матрицу, разберемся немного с фондовым рынком и покажу сделки. Коль какие сделки я уже позакрывал, стык каких-то повыходил, что-то заработали, что-то потеряли, что-то в новые какие-то сделки я тоже позаходил. Поэтому сейчас вам все это покажу, расскажу и давайте будем начинать. Первое, что у нас в мире сейчас происходит, самое важное, это по фондовому рынку сезон отчетности. И на данный момент, на этой неделе, в частности, отчитываются в основном технологические компании Amazon, Google, Facebook. Вот я это видео записываю 30-го числа, вот вечером, сейчас после закрытия рынка. Apple отчитается, скорее всего, отчитается плохо, скорее всего, потянет рынок вниз. Но, соответственно, завтра мы это все посмотрим. Но, что самое важное, на следующей неделе в основном отчитывается Industrial и Basic Materials сектор. И это все будет не особо хорошо. По этим компаниям, во-первых, и прибыли ожидаются очень-очень плохие. По этим компаниям и ожидается, и, в принципе, прибыль, которая была раньше, тоже ожидается плохая. Поэтому особого оптимизма на следующей неделе ждать этого не надо. Тем более, что у нас уже наступил месяц май. Sell in May and Go Away. Собственно, примерно это мы и увидим. Надо продавать май, иди отдыхай. Я думаю, что как минимум половину мая мы будем падать. И особенно после отчетов рынки всегда любят немножко грохнуться вниз. И после чего начнут отрастать. Поэтому ждем вторую волну кризиса, когда все упадет. И можно будет купить компании по дешевке, по хорошей цене. Так, это что касается фондового рынка. Поэтому фондовые индексы такие, как S&P 500, NASDAQ 100 и Dow Jones особенно. В ближайшее время можно их больше рассматривать вниз. Я не говорю, что их надо продавать. Я вообще не сторонник того, чтобы продавать фондовые индексы. Все-таки это то же самое, что продать экономику. Но это не совсем правильно. Поэтому я бы лучше дождался, пусть упадет. И потом их откупать с минимумов. Но в то же время гораздо интереснее у нас будут сделки по валюте. Потому что сейчас тоже валюта начинает активизироваться. В частности, в среду выступил глава ФРС Павел. Сказала про то, что включают бесконечные печатания денег. Всем, кому надо, деньги раздадут. На рынке будет все хорошо. Вы держитесь. Мы все молодцы. Экономика падает. Мы это все прекрасно понимаем. И это самое главное, что признается про то, что действительно экономика падает. Экономика упала. И нужно что-то делать, чтобы ее поднять. И соответственно, когда это все понимают и это публично говорят, это уже хороший стимул на то, что будет восстановление. Но слишком много доллара. Это не особо хорошо для курса. Поэтому американский доллар в ближайшее время будем рассматривать только на продажу по отношению ко всем другим мажорным парам. Следующий момент. Следующий, следующий момент. Это ЕЦБ. Буквально сегодня, когда я записываю видео, вы его будете смотреть. Завтра уже в четверг прошло заседание ЕЦБ. Кристин Лагард заявила про то, что в экономике все плохо. Да, производство падает. Да, ВВП падает. И еще продолжит дальше свое падение. И что сейчас делать? Уже проводится политика количественного смягчения. Да, компаниям помогают. Но никто не ожидает в ближайшее время какого-то быстрого роста экономики. И поэтому всем нужно готовиться к тому, что будет дефляция и будет замедление темпов роста. И в принципе, даже если мы посмотрим по ВВП... Сейчас я покажу. Так, сделки будем потом смотреть. Но если мы посмотрим, в частности, по данным по ВВП, United States, извините, 0,3% год в году. Еврозона минус 3,3% год в году. Это очень, очень медленный темп. Все, что медленный, это падение очень сильное. Тем более, что по еврозоне, если мы посмотрим в целом по ВВП, они в среднем в год росли последние, ну, последние 4 квартала 1%, 1,2%, 1,4%. То есть, ну, в среднем 1,2%. Это очень мало, потому что мировая экономика растет скоростью 2-2,5%. Это нормальный темп. А когда экономика зоны растет меньше, чем мировая экономика, а сейчас еще на фоне коронавируса еще больше упало, это действительно большие проблемы в этой экономике. И производство замедляется, замедление производства приведет к дефолтам компании, потребительского спроса нет. В итоге еврозона в ближайшее время, честно говоря, у меня что-то очень плохое настроение по поводу еврозоны. Денег много, но роста нет. Соответственно, будут два варианта. Или еврозона станет таким хабом денег, откуда будут инвестировать по всему миру, а в саму еврозону никто не будет инвестировать. Или же просто развалится, и будет какое-то переформатирование, и будет уже не большая еврозона, а будут отдельные страны. Честно говоря, в этом маловероятно, но что-то мне подсказывает, что именно к этому все идет. Что касается евро, наену на самом-то деле, по отношению к американскому доллару, можно покупать. По отношению к другим валютам, больше в продажу. Ну, логично, почему? Потому что денег много, и, собственно, можно его ожидать больше в продажу. Дальше. На следующей неделе у нас выходят нодфармы по США. То есть, в частности, уровень безработицы. Уровень безработицы может достигнуть даже 20%. Потому что, если мы посмотрим на количество новых заявок на пособие по безработице, а такие заявок в Штатах только за последние 5 недель составило больше 20 миллионов человек. Если посчитать их в отношении экономически активного населения, это получается почти 20%. Это очень много. Поэтому это то, что это та безработица, которую в ближайшее время мы можем видеть. Но есть одно но. Безработица – это, в принципе, показывает нам, что раз люди не работают, то и тратить им не на что. И они ничего, вернее. Есть на что тратить, но нечего. Нечего тратить в ближайшее время. Больше люди будут хранить, чем тратить. И в итоге мы получим то, что экономика, в таком случае, будет развиваться очень-очень медленно. Но есть одно маленькое инду. В Штатах обычно, как только есть малейшая система для роста экономики, компании резко создают новые рабочие места. И эти все безработные успешно уходят на работу. Так как в Штатах важно, что если тебя уволили, быстро встать на биржу. А это данные как раз биржа. Потому что если не встанешь на биржу, тебе не будет ни страховкой платить, тебе не будут ни деньги платить, тебе будет просто жить не на что. Более того, так и трат заявил о том, что каждому безработному по вынужденной безработице будут платить еще дополнительные пособия. Там 1200 долларов сначала заплатили, потом уже доходит до того, что до 3000-4000 может быть. То в таком случае, понятное дело, что все резко побежали на биржу. Даже те, кто раньше не стояли на бирже, все равно они туда побежали, потому что знают, что получат какую-то сумму денег. Поэтому мы видим такие показатели. И я думаю, что восстановление это на самом-то деле будет максимально быстрым. Следующее. Из процентных ставок у нас выходят по Австралии и по фунту. Я не думаю, что они хоть как-то еще поменяются. На данный момент все они находятся на своих самых низких уровнях. Политика стимулирования там и там продолжается. Но есть другой момент. Деньги становится больше, люди начинают больше тратить. И сырье, которое на данный момент просело, оно будет со временем начинать расти. Оно не вырастет сейчас. Оно не вырастет прямо в моменте, прямо резко-резко. Та же нефть, медь и тому подобное. Та же сельхозпродукты, пшеница, кукуруза. Но оно уже нашло дно и будет медленно-медленно подрастать. В результате, что мы получим? Мы получим то, что, учитывая, что инвесторы работают больше на ожиданиях, а не на фактах, то такие страны, сырьевые, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Украина, Россия, валюты этих стран вполне вероятно могут пойти на укрепление. Единственное, что мне не особо нравится Россия, потому что на данный момент доходности по облигациям слишком низкие, инвестировать в них особого смысла нет. Тем более, еще идет сокращение добычи нефти. И учитывая, что ВВП в России на 60% состоит из нефти, ну, как бы риск такой себе. Вернее, риск достаточно высокий. Инвестиционная идея в российский рубль, даже на фоне снижения процентного става на том, чтобы заработать на офисе, но пока я не вижу в этом смысла, поэтому Россию я больше рассматриваю, именно рубль я рассматриваю больше на продажу. Так, и в целом валютная матрица на следующую неделю, а следующая неделя у нас уже будет с 0,4 мая, до какого у нас там получается, до 0,8 мая, да, 0,8 мая, у нас будет иметь следующий вид наша валютная матрица. Там, где флэт, там будем больше техникой пользоваться, помним. Там, где есть четкое направление, там будем искать точки ухода именно по этому направлению, не в обратку, а именно по этому направлению, когда точки ухода появятся. Вот, то есть это то, что мы имеем на данный момент. Теперь давайте приступим к нашим графикам и пройдемся по всем ним. На данный момент по счету у нас 8581 на 1 доллар. Собственно, на начальном этапе было 5000, то есть на данный момент уже зафиксировано и заработано 8500. Сколько там я уже говорил? 8, 8, 8, 8, 8, 581. 8581 делим на 5000, минус 1, умножаем на 100. 71,62% мы уже заработали с вами за 13 недель. Какие мы молодцы. Идем дальше. В итоге, что у нас на данный момент? По евро-доллур. Движение четко пошло по нашему плану. В принципе, как я и говорил, если вы готовы держать долгосрок, то евро пойдет вверх и пойдет как минимум на 1,12, 1,13. Главное, что если будет падать, то чтобы у вас были средства для доливки. Мы, как мы помним, мы работаем на средний долгосрок, работаем с доливками. Нас интересует зарабатывать деньги, а не заниматься всяким кибердручерством. Вот. Кстати, у нас тут есть еще не зафиксированная прибыль, которую, в принципе, если сейчас закрыть, то будет даже больше денег. 8700. Это практически 75% от капитала. Так, по фунту. Фунт немного подрос. Честно, кстати, скажу вам один секрет. Я хотел видео записать в среду, но случилась техническая проблемка. Не записался звук. И, собственно, перенесли видео на пятницу. И в дальнейшем будет видео по пятницам. Я так посмотрел, что все-таки лучше записывать пятницу. И у вас на целую неделю будет план, что дальше делать. Как раз во вторник записывал. Еще писал, что фунта надо покупать. Но сейчас он уже пошел вверх. И пока я бы его не трогал. Разве что вы готовы, скажем так, зайти с достаточно внушительным риском. При том, что стоп как минимум надо будет ставить где-то вот сюда. Поэтому я бы не рекомендовал сейчас его вообще трогать. Я сам в него не буду заходить. Франк тоже уже дал сильное движение. После какого-то отката можно будет его продавать. Пока его не трогаем. Доллар и иена. В то же время, смотрите, доллар и иена падает. Все растет, а доллар и иена падает. Что здесь? Учитывая, что в ближайшую неделю будет падать фондовый рынок, то, что мы ожидаем, в принципе. А то, в таком случае, иена тоже лучше не трогать. И она, скорее всего, пойдет дальше на продолжение вниз. То есть, здесь я пока не вижу, во-первых, сигналов на продажу. Во-вторых, мы заходим все в такой зоне, где лучше не покупать и не продавать. Поэтому лучше дождемся. Новозеландский доллар и иена растет, продолжает свой рост. Поэтому сидим, ждем тейк-профита. Тем более, что Новозеландия, Австралия и Канада больше рассматриваются покупку, чем продажу. Так, новозеландский доллар. Я его закрыл полностью. Мы, как видим, дошли уже до самого верха. Ну, того, что я ожидал. Здесь может быть все, что угодно. Я решил не рисковать, не дожидаться вот этого. Лучше, если будет какой-то откат, перезайти. Если нет, ну, тогда нет. То есть, эта сделка полностью закрыта. Доллар-канадец на данный момент укрепляется. Видите, есть какая-то небольшая коррекция. Логично, что она есть и будет. Но ждем, ждем пока входов. Пока здесь не рекомендую заходить. Австралию. Австралию я закрыл. Мы с вами закрыли ее еще. А, не с вами. Я это записывал в видео, в вторник. Но я закрыл часть во вторник, а часть в этот, даже не во вторник, а во среду. И часть вот сегодня дозакрыл. Поэтому тоже в Австралии вышли полностью. По самой нижней сделке заработали ни много, ни мало. 771 пункт по 4 знаку, 7710 пунктов по 5 знаку. Кем мы молодцы. Скажите. Вообще красавцы. Точки входа мега идеальны. Видите, при правильном подходе все можно заработать. Перед тем, что падение, смотрите, какое бешеное было. И что? И нам оно даже на счет вообще никак не повлияло. Мы даже не почувствовали. Дальше. Ауткад. Пока сигналов на вход нет. Аутфранк. Тоже пока, как видим, сигналов на вход нет. Находимся на хонда максимум. И даже наш индикатор ничего не показывает. Аутъена. Тоже пока тенденция больше вверх, чем вниз. Первую сделку мы заработали хорошо. Больше я не успел зайти. Поэтому пока его тоже ждем. Пока сигналов нет. Аутъцеда будет во флете находиться. Поэтому его не трогаем. Канадофранк. Ну, франк укрепился. Логичный Канадофранк пошел вниз. Но в целом тенденция больше наверх. Поэтому Канадофранк я пока еще жду. Кадъена. Тоже самое кретина. Канада больше на покупку. Иена больше на продажу. Собственно, ждем его вверх. Франк иена. Тут шикарное просто движение пошло наверх. Но я его пока тоже... Куда у него заходить? Пока сигналов как таковых нет. Евро-аут. Мы с него раньше уже вышли. Идеально дошел и до тейка. И даже ниже дошел. Что сейчас? Евро теоретически сейчас должен расти. Аут тоже должен расти. Но если посмотреть по корреляциям, то евро-аут теоретически может сейчас очень даже неплохо вырасти. Но меня смущает следующее. Мы находимся в верхней зоне, там где нельзя покупать. Поэтому я здесь евро-аута воздержусь от покупок. Лучше в него не заходить. Так, Евро-Канада. Вот Евро-Канада мне не нравится, поэтому эту сделку мы с вами тоже закроем. Одну сделку, часть, вернее этой сделки, я закрыл был, когда записывал видео в среду. Но часть сегодня закрыли. Я все-таки ждал, что упадет. Но после этого сильного роста лучше с нее выйти. В итоге тоже пару копеечек, да, и заработали. Так, евро-франк. Тенденция наверх. Сделки у нас есть. Ждем его дальше вверх. Евро все-таки больше вверх. Оно больше потащит, чем франк. Евро-фунт. Сделка есть. Ждем дальнейшего движения наверх. Евро вверх. Фунт больше рассматривать все-таки вниз. А отношение евро-фунт я больше рассматриваю на продажу, чем на покупку. Ой, извиняюсь, на покупку, чем на продажу. Поэтому тут я готов больше подождать. Даже если упадем, в таком случае подоливаемся по более низким ценам. Евро-иена. Шикарные движения. Я не помню, это мы с вами покупали в прямом эфире. Или это я в среду купил эту снизу евро-иену. Но в целом тенденция пошла наверх. Дожидаемся нашего тейк-профита. Сделка шикарная. Все. Смотрите, в самом низу купили. Сколько у нас здесь? Ни много, ни мало. 172 пункта. 1729 пунктов буквально за пару дней. И за пару дней. За один день. За пару часов. Так, евро-нзд. Пока сигналов нет. Ждем. Фунт-аут. Тоже пока сигналов нет. Ждем. Фунт-кат. Все, видите, во флете. Вообще неинтересно для другого. Фунт-франк. Это же самая картина. Фунт-иена. Пошел обратно вверх. Но тоже его пока не трогаем. Но тенденция больше наверх. То есть, если будет какой-то откат, кстати, тут важный момент. Если вы готовы рискнуть и будет откат вниз к уровню 133.67, в таком случае можно покупать со стопом ниже вот этого уровня. Тенденция наверх. Первые цели будут как минимум здесь. Сколько у нас там? 136.60. Следующая цель будет здесь наверху. 142. Поэтому, если готовы, можно попробовать. Дальше. Фунт-нзд. Со сделок я тоже повыходил еще в среду. Собственно, их закрыл на балансе. И сейчас лучше не заходить. Нздк пока не трогаем. Доллар-рубль тоже, видите, падает. Все шикарно. Все по нашему плану идет. Так, золото. Смотрите, что сейчас по золоту. Да, золото сейчас корректировалось. Но глобально тенденция больше в нем наверх, чем вниз. Поэтому, если еще пойдет корректировка, можно его рассматривать на покупку. Биткоин. Биткоин шикарно рванул наверх. Просто мега шикарно. Сейчас его корректируют. Но в целом, я думаю, что тенденция будет к 10 тысячам. Это же я говорил и в среду. И продолжаю дальше это говорить. Сейчас криптовалюты будут набирать обороты и будет очень даже неплохо расти. То же самое касается платина. То, о чем я говорил, что сейчас сырье в целом, как черная металлургия, так и цветная металлургия, будет в целом рассматриваться на покупку. Поэтому тоже ищите точки входа. Что же касается фондовых индексов, то сейчас ждем коррекцию. Дальнейшее снижение, я думаю, где-то будет наполовину вот этого всего роста, который было. Это будет где-то на уровне 8 к 8 тысячам по Наздаку. Поэтому ждем пока туда. Другого варианта нет. СМП та же самая картина. Вот. Как раз здесь индекс страха тоже начинает разгоняться. И если будет там падение и индекс страха рванет, будем его продавать обратно. Индекс страха это самый крутой инструмент. Если у вас есть нормальный баланс, это единственный инструмент, который можно продавать. Даже с Мартингейлом даже можно его использовать при правильном расчете риска. Тут важно очень это правильно, это расчет риска. Знаете, мне часто говорили, что типа, вот пересиживание, Мартингейл, всякое. Такое, ну типа, это не сделки, сделочка, это надо идеально зайти, там стоп небольшой поставить, чтобы она рванула. Ребята, вы пришли на рынок, чтобы зарабатывать деньги. Если мы пришли на рынок зарабатывать деньги, то используйте все, что угодно. Главное, чтобы вы на этом заработали деньги. И главное, чтобы были рассчитаны риски. Это еще дополнительно. Поэтому рассчитывайте риски, зарабатывайте деньги, а не ищите всякое себе оправдание того, что там должно быть что-то. То есть, понимаете, это даже себя покажу. Там дальше нефть, нефти ничего интересного нет на самом деле. Это даже разбирать не будем, она пока упала. А смотрите, что я вам хочу сказать. Вы пришли на рынок зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги любым способом. Понимая, осознанно понимая, что происходит на рынке. Вот это самое важное. Вы должны понимать, что сейчас в мире, понимать, какая сейчас макроэкономическая ситуация в мире. И таким образом искать на рынке возможности для заработка. Если вы сами себя штучно будете ограничивать тем, что макроэкономика и инфраструктура это тяжело. Я хочу заходить именно только в правильные, точные сделки на графике. Хочу только рисовать полосочки, скользящие средние, наклонные и так далее. И только по ним торговать. Сделочки должны быть с маленьким стопом в соотношении 3-5 к 1 и красиво оформлены. То есть, вы сами себе, вот задумайте, сколько я сейчас сказал, это вы сами себе поставили ограничения. То есть, вы себе сделали челлендж. Я, блядь, хочу вот так вот, чтобы было. Так, извините, если вы сами себе поставили ограничения и хотите сами вот таким вот макаром зарабатывать деньги, то флаг вам в руки, но, извините, этот флаг будет белый и в ближайшее время еще и без денег останетесь. Флаг с трусов, извините. Вот, поэтому, поэтому, это, ну, это логично, это неправильно. То есть, вы должны искать возможность, искать то, на чем сейчас можно заработать деньги, а не сами себя штучно ограничивать, ставить себе в рамки челленджей и давай вот так, вот так, вот так хочу. И чтобы все так делать. Вот все, кто мне на YouTube рассказывают, все должны так делать, потому что я себе так веду. Ну, ребят, сами понимаете, это так не работает. Так деньги на рынке не зарабатываются. Вот, поэтому, что у нас в данный момент по результатам. По результатам нашего сегодняшнего эфира, 8597 зафиксированная прибыль, 8718 плавающая прибыль, то есть по зафиксированной прибыли 71,62, так, 8718 примерно разделить на 5000 минус 1. По незафиксированной, так как я и говорил, 74% зафиксированной, ой, незафиксированной прибыли с начала нашего с вами проекта. Все сделки вы можете посмотреть в прямом эфире, можете все эфир мои пересмотреть с самого начала, потому что там я рассказываю про торговую стратегию, дальше мы начинаем торговлю. И поэтому каждую, каждую сделку, каждый вход, вы его видите в прямом эфире, каждый выход вы видите в прямом эфире. Это не какие-то эфемерные сделки, это не что-то там придуманное, нарисованное. Все вы можете посмотреть, поэтому, когда меня будете следующий раз спрашивать про стрейтменты, я вас отправлю смотреть эти видео и учиться, почему я заходил в каждую из этих сделок, и чтобы вы на этом тоже могли заработать. Собственно, для того, чтобы ускориться, мы вместе с компанией Amarkets сделали такой проект обучения торговли на рынке валюты вместе со мной. И в итоге, если вы хотите реально научиться и быстро начать торговать на том же рынке Форекс, милости просим, записывайтесь. И стоимость всего 900 евро, можно в расстрочку, или же, если у вас счет на больше 30 тысяч долларов, в том случае, вам обучение предоставляется бесплатно. Так, на этом у меня все, ссылка на обучение, все есть в описании к этому видео. Первое, что, задавайте вопросы, пишите комментарии, я их читаю всех. Я думаю, на следующее занятие я составлю в спице всех ваших наиболее частых вопросов, которые вы мне задаете, и по ним все поотвечаю. Поэтому пишите по максимуму, чтобы было, чтобы мы с вами общались, потому что я люблю общение. Я записываю, да, понятное дело, я записываю это видео вот тут на камеру. Вы где-то там далеко. Я понимаю, что мы сейчас условно сидим дома и по всему миру, но в то же время я хочу, чтобы у нас было живое с вами общение, чтобы вы тоже вместе со мной учились тому, что я знаю то, как я работаю, и чтобы я мог и вам знания передавать, и чтобы вы получали доходы, и чтобы вам было интересно, и чтобы у нас, в принципе, были интересные эфиры, которые будут просто взрывать YouTube, и, 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 чтобы вы еще задавали деньги. Поэтому я с вами не прощаюсь. Смотрите все мои видео и будьте успешными. С вами был Михаил Ильичер. Всего самого, я сказал, не прощаюсь, поэтому смотрите видео.